к эфиру и очень ждем вашей реакции, с одной единственной целью, чтобы донести все, что только можно. Плюсики полетели, ладошки полетели, все нас слышат. И тогда еще раз здравствуйте, дорогие лидеры и консультанты. У нас сегодня эфир, посвященный премьере, скульпте. Это новая линейка спортивного питания. И вот Александр, я думаю, что скажет короткое вступительное слово, немножечко обрисует вообще, что это за линейка такая, потом ответит на вопросы, которые прилетели нам под постом до эфира, а потом уже будем отвечать на то, что вы будете спрашивать в течение эфира. Ну вот постараемся все успеть всем ответить. Начинаем. Коллеги, еще раз добрый день. Тема чрезвычайно интересная. И речь идет не только об анонсе новой линейки продуктов. В этой линейке масса нового, уникального, как для России, так и вообще для нашей аудитории, очень много интересных научных концептов в этом, что называется, зашито в этих продуктах. И давайте о них сейчас максимально сжато, максимально точно. Скульпта – это линейка спортивного питания, которая имеет жесткую, назовем так, аудиторную предназначенность. Это мужчины и женщины, занимающиеся спортом, или совершенствующие свой организм. И это оказало влияние на состав, на концепт самого состава. Давайте коротко об этом, хотя коротко, конечно, не получится. Я сильно подозреваю, что об этом придется говорить лишний раз, в лишнем, еще в одном эфире. И вот почему. В каждой порции скульпты 21 грамм белка. Очевидно совершенно, что когда мы касаемся спортивного питания, мы обязаны дать продукт, находящийся в максимальном дефиците. То есть протеины или белки в качестве строительных кирпичиков, аминокислот, из которых потом состоится синтез собственных белков организма. Причем как мышечных белков, так и белков срединотканных, того же коллагена, того же эластина, ретикулина, всех остальных. Но скульпта для мужчин и скульпта для женщин содержат уникальные компоненты, которые называются пептиды или регуляторные пептиды, другими словами. Которые не являются в чистом виде кирпичиками, исходным материалом, которые являются биологическим регулятором. Если говорить очень коротко об этом, то регуляторные пептиды – это стимуляторы синтеза собственного белка клетки. Более того, я скажу вам следующее. Правда, мы все обожаем тему антиэйдж, мы обожаем тему умолужения, мы ненавидим тему старения клетки, тканей органа человека. Так вот, молодость и здоровье клетки и тканей органа человека и так далее имеют один-единственный маркер, насколько клетка способна синтезировать белок. Регуляторные пептиды – это, причем это российская концепция, которая, насколько мне известно, выдвинута, в том числе на Нобелевскую премию, это следующее. Регуляторные пептиды позволяют клетке возвращаться в состояние почти новорожденности. И клетка способна синтезировать белок на свою стопроцентную возможность. Когда мы говорим о синтезе белка, это для мышцы, это, разумеется, актомиазин, это то, что обеспечивает сократимость, силу, выносливость. Если мы говорим о клетках салитной ткани, это, конечно, все параметры матрицы, параметры каркаса и так далее. Что интересно в регуляторных белках? Они имеют очень жесткую точную клеточную направленность. То есть, один белок великолепно работает на мышцы поперечной полосатой, второй великолепно работает на нейроне, третий на лимфоците, четвертый на эпителиальной клетке, скажем, желудка и так далее. Этих белков сейчас известно более 250. Абсолютными лидерами в этих исследованиях является Санкт-Петербургский институт геронтологии и биорегуляции. И дальнейшие исследования дополняют каждый год несколько десятков таких пептидов. Я вам почти гарантирую, что мы, во-первых, очень хорошо знакомы с этой темой, во-вторых, что мы непременно будем создавать продукты, базирующиеся в том числе на этих эффектах. Итак, скульпта для мужчин, скульпта для женщин. Скульпта для мужчин содержит регуляторный пептид, обозначаемый индексом IPH, AGA. Это короткий пептид, это короткая цепочка заменокислот. Но у нее есть следующий эффект. Этот пептид стимулирует формирование из стволовых клеток, которые есть, во-первых, в постном мозге, во-вторых, на периферии, формирование полноценных мышечных клеток. Стимулирует полноценное формирование мышечного белка, стимулирует так называемую полноценную дифференцировку. У нас есть исследования, разумеется, которые подтверждают, растет экспрессия генов, растет экспрессия генов, ответственных за синтез этого белка. То есть какой эффект в данном случае мы достигаем, введя этот регуляторный пептид в мужской продукт? Мы достигаем рост сухой мышечной массы, достигаем, разумеется, увеличение мышечной массы, увеличение массы миоцета как таковой, и рост мышечной силы. Нужно ли это спортсменам? Это бессмысленный риторический вопрос. Это нужно непременно. Причем это касается, насколько я могу судить, как силовых видов спорта, так и видов спорта, направленных на эксплуатацию выносливости человека. Скажем, длинные мышечные усилия по времени. Второй пептид, который мы использовали в продукте скульпта для женщин, это IPHAVN. Это совершенно другой пептид, направленный строго на эндотелий микрососудов. Казалось бы, что с этим делать. Человеку, прекрасной даме, которая решила вдруг улучшить свое физическое состояние, впасть в серьезный фитнес или заняться серьезным спортом, зачем это нужно? Так вот, совершенно понятно по современным представлениям, если очень коротко и подойти к концу этой логической цепочки, речь идет о мощнейшем антицеллюлитном эффекте. Целлюлит из известных нам четырех стадий, когда вначале идет накопление застой интерстициальной жидкости, потом формирование немножко роста депоцитов, потом формирование фиброза, и только потом формирование того, что мы видим макро, апельсиновая корка или вот эти впадины иногда, иногда рубцово-подобные структуры, иногда формирование узлов, все это можно и должно или профилактировать, или даже убирать готовый методом улучшения микроциркуляции. Когда мы улучшаем кровоснабжение и лимфоснабжение подкожной жировой клетчатки, мы профилактируем развитие целлюлитов в его, назовем так, в его видимом состоянии. Эти вещи также доказаны. Пептид AVN по нашим исследованиям в 4,5 раза увеличивает рост скорости движения крови и лимфы по кровеносным лимфатическим сосудам подкожного жирового слоя. Много это или мало. Я не уверен, что можно найти нечто другое. Устраивать бедной коже какие-нибудь дикие термальные процедуры, какие-нибудь дикие массажи, включая невероятную физиотерапию, может, конечно, только это будет работать временно и не пос... И временно, и самое главное, коротко. Пептид, вводимый в достаточном количестве, он вводится в достаточном количестве, и существующий в рационе этого спортивного питания неопределенно долгое время, месяца, может быть, полгода, может быть, больше, он в этой связи вызовет устойчивый обмен, он вызовет устойчивую скорость кровоток, он вызовет устойчивое отсутствие застоя, в подкожном жире. Итак, вот вам о скульпте, если очень коротко, подчеркиваю, очень коротко, но достаточно, на мой взгляд, исчерпывающий. О регуляторных пептидах можно говорить невероятно долго, потому что, если взять, у нас был такой опыт, если взять, скажем, 5 регуляторных пептидов, один из которых нейротропиан, второй работает на поджелудочную, третий снижает немножечко сахар, четвертый, сейчас давайте вспомним, что он там вообще вытворяет, он улучшает состояние почечной ткани. Вот мы из таких 5 пептидов, как, извините за нескромность, Рембрандт с палитрой, выстраивали любые терапевтические схемы, только там мы уже играли с дозами. Регуляторные пептиды или пептидные комплексы, указанные у нас с вами, кстати, если я правильно помню, Полиночка мне еще подскажет. Мы первые в России, мы первые продукты зарегистрированы этого типа, с регуляторными пептидами, добавленными в спортпит. Пока все. Не буду вас поправлять, все действительно именно так, и давайте перейдем к вопросам, которые нам пришли до эфира под постом, а потом уже, я смотрю, у нас сегодня активная аудитория, поэтому отвечать будем много. На первый вопрос я ухитрился ответить. Не терпится узнать, коротко о новинке скульпта, я на нее ответил. Как принимать, в какое время до или после тренировки, за сколько минут, нужно ли пить больше воды в период приема скульпта, и в рекомендации написано не более двух раз в день. Если еще в некоторые дни я припоминаю наш коктейль Wellness, то можно ли сочетать, не будет ли перебора компонентов в ходячих в состав. Достаточно ли будет одного приема в день, и иногда сочетать его с коктейлем. Скульпта принимается после тренировки. Скульпта принимается с достаточным количеством воды, во-первых, сама по себе разводится, но я не хотел бы ограничивать, говорить вам о том, что нужно ограничивать, или наоборот, форсировать прием воды. Вода в любом случае отдельно от скульпты нужна, хотя бы потому, что вы при интенсивной тренировке ее достаточно много теряете. Это первое. Важнейший момент заключается вот, в чем можно ли и должно ли сочетать скульпту с Wellness? Безусловно, да. Одна скульпта, один Wellness. Это коктейль Wellness в течение суток. На наш взгляд, это идеальная ситуация. Связано еще вот с чем. Скульпта – это очень серьезный источник, в первую очередь, белковых компонентов. 27 грамм белка – это ведь не белок как таковой, это белок в очень хорошем уровне усвоения. Плюс те самые регуляторные пептиды. В коктейлях Wellness у нас есть компоненты, находящиеся далеко за пределами белка, в первую очередь, витаминно-минеральные комплексы. Не стоит их передозировывать. То есть, в итоге, либо две скульпты в день, на мой взгляд, вот я бы вот пофантазировал, две скульпты, один Wellness. Или даже две скульпты. Ну, я получил один-один – это идеальный вариант. Но уважаемые коллеги говорят, что мои фантазии, вообще-то, не столь уж плохи. Особенно, если идет о, скажем так, спортсмене большой мощной массы с хорошим обменом. Ну, тогда все получается в порядке. Возможно ли принимать скульпту, если я не занимаюсь спортом? Безусловно, да. Потому что в состоянии белкового дефицита это очень большая и общая беда. Более того, мы очень давно говорим о том, что самая интенсивная белковая диета без подобных составов, в данном случае без Wellness и без скульпты, она в любом случае обрекает нас на существование, получение белка на неких, ну, назовем так, чуть меньше, чем надо. Потому что усвоение белка, оно достаточно проблемное. Еще раз подчеркиваю, компоненты, которые мы даем, это касается как Wellness, так и скульпты. Это компоненты, которые будут усвоены. То есть, вы должны ожидать этого. Можно ли, если вы не занимаетесь спортом? Да, это я на этот вопрос уже ответил. Если вы занимаетесь спортом, то вам практически не удастся эффективно наращивать мышечную массу или силу, или выносливость без такого продукта, как скульпт. При приеме для женщин будет увеличение мышц как у спортсменов или нет? Веселый вопрос. Сейчас объясню, почему. Увеличение мышц может состояться только при физических упражнениях. Сам по себе прием, чего бы то ни было, в том числе, высоко, назовем так, энергизированных, с высоким содержанием белка любых составов, никакого роста мышц, к сожалению, не вызовет. Понадобятся упражнения. Подскажите, пожалуйста, а пептиды, они только на мышцы могут влиять, а на другие ткани организма? Возможно ли создание пептидов, влияющих, например, на слизистые? Я начал на эту тему отвечать. Чуть-чуть уточню. Органотропных пептидов ваш покорный знает 32-33, с которыми это, кстати, уже есть клинический опыт работы. Что такое клинический опыт работы? Плохое зрение? Вперед. Нейроорганотропный пептид, работающий на озвительный нерв, начинаются невероятные вещи. Есть полный-полно патентов на эту тему, есть полный-полно авторских свидетельств, изобретений, из-за регистрированных схем лечения, например, атрофия озвительного нерва при глаукоме, я просто перевожу пример. Невероятные проблемы с простатой, простатотропный пептид, которые в определенном... Почему дозы-то там смешные? полтора миллиграмма в сутки, и он начинает работать как средство терапии. Живо будем, поговорим на эту тему отдельно, подчеркиваю, эти пептиды есть, их достаточно много, и поэтому мы сделаем все для того, чтобы их, ну, по крайней мере, вообще как минимум хорошо знать, как максимум использовать. следующие вопросы, Полиночка, вы меня поправьте, даже не поправьте, я иду в ковид. Хорошо. Тем не менее, я надеюсь, что у нас появятся вопросы в течение эфира. У нас они есть, их много, про скульпту в том числе, поэтому мы еще обязательно к ней вернемся. Давайте про ковид, тогда не очень, я поставлюсь быть максимально сжатым, потому что у нас сегодня, я надеюсь, что про скульпту, вопросов будет много. Ситуация с коронавирусом. Если я заболел, а с какого дня появляется появление симптомов, есть смысл делать КТ? Кашель, сухой приступ, вообразное давление сильно повышается, нужна тройная доза в день гипотензивных препаратов. Так, по четвертой сутки. Принимаем ингавирин, всю нашу рекомендованную линейку, похоже, похоже. Имбирный напиток, много пить нельзя из-за давления. Первое. Ситуация, которую вы описали, это классическая клиническая ситуация и непростая, как минимум, средней тяжести. Я настаиваю на врачебном контроле в этой ситуации. Я настаиваю на врачебном контроле достаточно серьезным, в первую очередь, кардиолога. Почему? Если развилась ситуация с гипотензивным синдромом, надо ее лечить в идеале, в стационаре. Потому что не уверен, что вы справитесь, не уверен, что вы правильно подберете препараты. Так их подбирать и рекомендовать с моей стороны это будет глупость и непрофессионализм. Замечательно, что вы пьете то, что мы рекомендовали. Это все-таки позволяет держать такая подушка безопасности, называясь, в своем иммунале. КТ имеет смысл делать сразу. Почему? Более того, в идеале это нужно сделать дважды. Сейчас и через, условно говоря, две-три недели. КТ показывает состояние легких. Это детский сад. Если рассматривать КТ легких, как картинку, показывающую легких. КТ показывает состояние сосудистой системы. Это рефлексия, это то, что есть форицы в сосудах. Мы с наслаждением имели то же самое в мозгу, но мы не имеем такой физической возможности. Короче, пожалуйста, максимальный контроль за артериальным давлением и в идеале работа с кардиологом. Балкотакт с дочерью. Беременец в 23 недели, аритмия по ночам. Можно ли инговерин? Я инговерин, если бы это была моя дочь, плюс словно да, но я не имею права и не с этической ни с какой точки зрения рекомендовать девочке с 23 неделями беременность в 2-й триместр, что бы то ни было, за пределами рекомендации ее лечащего врача. Мы с ребенком переболели непонятно чем. Началось насморка, лопались сосудики, отцомаркали с кровью. И так во дня. Температура высокой не было, у меня был еще фаренгит. У обоих сильно болела голова. В середине болела 10 дней, ребенок болеет вторую неделю. У меня ПЦР чистая, антитела меньше единицы. У ребенка IGM меньше единицы, IGM 8. В крови повышены моноциты, эритроциты, лимфоциты понижены. Педиатр наставит на том, что это ковид. Как вы считаете, так ли это? И какой анализ можно еще сдать, чтобы понять истинное положение вещей? Это 100% ковид. И поэтому тут даже не о чем говорить. Я полагаю, что у вас как у ребенка, так и у вас такая же ковид, только в разных вариантах. Немедленно и жестко и точно к врачам, то есть имеется в виду врачи, в качестве главных участников этой тяжелой сцены, называющей семеной. То, что вы описали, кстати сказать, в том числе и моноцитоз, в том числе и GG8, но это классика. Она просто, чем она плоха, простите, я никого не пугаю, я просто говорю, о чем идет речь. Для ребенка такая картинка говорит, что у ребенка все-таки случился ответ. Это не часто встречается у деток, потому что картина, которая есть, это скорее картина 22, 23, 25-летнего человека. Но вряд ли ребенка дети переносят существенно легче след, но надо искать. Из не очень хороших моментов кровоточивость описана вами. Не очень хорошие давайте анализы, кроме то, что короче так, педиатр ваш в порядке поклонного молодец. Какой из наших чаев может давать ребенку 11 лет? Не стоит давать подобные чаи, наши чаи ребенку 11 лет. Я готов к ответам на вопросы. не буду ждать их отправляем. Отлично. Я еще добавлю к тому, что Александр сейчас сказал, что у нас нет чаев, у нас есть именно травяные сборы. Это значит, что у них достаточно серьезный состав, поэтому деток, ну просто у деток может организм среагировать довольно резко на эти вещи. Вы лучше до 14-16 лет им не давайте. И мы переходим к вопросам. Их сегодня много, здорово, что такие активные. И про скульпт первый же вопрос. Можно ли использовать вместо одного приема пищи? Я все-таки добавил бы скульпту к приему пищи. Скульпта все-таки это мощный бустер накопления белка. И это в этом главная ее функция. теоретически можно, но я сделал бы совет, который я даю. Многие спрашивают, можно ли эти коктейли только спортсменам. Ну вот мы уже отвечали на этот вопрос. Мы отвечали на этот вопрос. Это можно тем любому из нас. Просто для спортсменов, которые комбинируют это с упражнениями, это просто подарок. Еще переживают, вкус насыщенный или нет. Вкусный или... Ну на самом деле вкусный, но лучше попробуйте сами, потому что все воспринимают по-разному. Вкусы. Вот. Надеемся, что вам понравится. Да, как гласит древнерусская пословица на вкусный цвет, дегустатор-то нет. Да, так. Снова вопрос про можно ли не спортсменам. А если нагрузка небольшая, можно? Можно. И более того, вы начинаете... Если у вас нагрузка небольшая, и если вы, например, заняты постепенным повышением нагрузки, вам будет гораздо легче ее повышать. Немножко неожиданный вопрос. Можно ли женщине принимать мужскую скульпту? Никаких проблем нет. Я вам больше скажу, и мужчине можно принимать женскую скульпту, тоже будет очень классно. Кстати, вам будет очень забавно. Знаете, сколько процентов женщин не имеет целлюлита вообще? Как вы думаете? 10% всего. 90% в той или иной мере имеют какие-то целлюлит в какой-то фазе. С мужчинами совершеннейший цель. Около половины мужчин имеют целлюлит, только он проявляется немножко по-другому, а у третьих мужчин целлюлит совершенно клинический. То есть, когда вы смотрите на Рубенса картинки с целлюлитными джентльменами, мужиками, то это правда, это не придумки Рубенса, это не средние века. В ровно то же самое происходит и сейчас. Спрашивают, как правильно готовить коктейль разводить их только на воде или на молоке тоже можно? Может быть и вода, и молоко, к ним надо подходить точно так же как к нашим коктейлям Веланс. Мне больше нравится вода. Александр, вопрос немножечко не про скульпту. Снова отойдем. Нет, спрашивают, можно ли просто параллельно принимать ноу-стресс и ньютоник? Конечно, да. Более того, они не являются антагонистами. Они являются на самом деле очень хорошим дополнением. Ноу-стресс и ньютоник очень интересен в ситуации, когда был какой-то назовем так тяжелый период месяц, два чего-нибудь какого-никой беды, какой-нибудь интенсивной работы, какой-нибудь трудовой вахты, какой-нибудь такой вот это самое. Вы получаете несколько эффектов, в том числе, во-первых, восстанавливается энергетический, не только энергетический структурный баланс центральной нервной системы, и во-вторых, вы получаете новый запас выносливости. Это очень интересно. И возвращаемся снова к скульпте. Снижен белок. Можно ли применять коктейль для того, чтобы его поднять? Думаю, что это абсолютно правильное решение. Да, потому что, более того, но давайте так, тут интересно следующее. Надо красиво взять этот анализ, то есть общая протеинограмма крови с фракциями, попринимать скульпту хотя бы в этот сильном режиме, нормальном хотя бы в месяц, и смотреть, что будет потом. Но, разумеется, при этом нужно беречь, должна быть нормальная диета, должна быть нормальные физические упражнения. Не может быть ситуации, что есть какая-то, например, не дай Господь, какая-то болезнь, получаете гипопротеиномию, то есть мало общего белка или плохие фракции в крови, добавляете скульптуру, думаете, что всё восстановится. Нужен некий всё-таки чуть-чуть рациональный подход. Ну, как Вы понимаете, у нас вопрос сыпется в перемешку, поэтому есть что-то про скульптуру, что-то не про скульптуру. Вот снова отходим от основной темы эфира немножко. Можно ли одновременно принимать доброгены кардиомагнил? Более чем хорошо, просто прелестно. Я просто спокойно отношусь к кардиомагнилу. Я предпочитаю другие источники сочетаться на эти санты. Элтероксин и секреты Востока надо принимать утром натощак. Можно ли одновременно это делать? Не вопрос. Запросто. Они друг другу не мешают. Ковид нас с Вами не покидает. Спрашивают, что Вы уже рекомендовали для профилактики ковида? Но это, видимо, вдогонку к ответу на вопрос, который прислали до эфира. Мы постоянно говорим с небольшими вариациями по профилактике ковида. Витамин Д, витамин С. Витамин Д минимум 2000 в сутки. Витамин С от полуграмма в сутки. Это как минимум. Я обожаю добавлять к этому куркумин С-3. Коротким курсом ингаверин 7 дней, который я люблю, даю и кроме меня его ест некоторое количество действительно членов Российской Академии Наук. Что еще к этому можно добавить? В последнее время, если мы говорим даже не о профилактике, а о некоем назовем это так, человек просто боится или у него было много контактов. и он при этом устал и при этом конец осени и зима. Как это ни странно, мелатонин. Как это ни странно. Я про него стараюсь не думать, потому что мне раздражает сама вся концепция, но тем не менее это некий факт. Возвращаемся обратно к скульпте. В какое время ее лучше пить? Мы говорили о том, что после тренировок, да, но видимо спрашивают про время суток. Вот эта ситуация не принципиальная. Смотрите, что такое период после тренировки, час после тренировки? Это состояние серьезного истощения всего. Это надпочечники сделали все, что могли, адреналин сожгли, идет восстановление, потеряли огромное серьезное количество воды из циркулирующего, ОЦК, объема циркулирующей крови. Человеку нужно все это восполнить. В этой ситуации идеальный вариант принять в этом состоянии. В этом состоянии будет и лучшее усвоение. После перенесенного поражения легких может быть нежреберная невралгия или лучше сделать КТ, чтобы исключить присоединение бактериальной пневмонии? Крайне разумный ход КТ с попыткой или вариантом исключения бактериальной пневмонии, потому что бактериальные пневмонии мы, к сожалению, видим. И гораздо меньше, чем постгрипозных пневмоний. Но постковидные бактериальные пневмонии тем не менее встречаются. Спасибо. Здесь мне комплимент небольшой прилетел. Так, пишут, что вот получили, будут пробовать скульпту. Здорово. Поделитесь потом впечатлениями, будем ждать. Можно ли детям 14 лет скульпту? Скульпта в хорошем смысле нейтральна для детского организма. То есть она не вызывает никаких... Назовем это так, она не может вызвать каких-то девиаций, которые могут быть связаны. Давай так, что такое детский организм 14+, мы скажем, до 14. Мы очень боимся, это естественно, мы боимся ситуации гормональных перестроек с формированием новой жизни эндокринных желез у ребенка, с переходом в состояние подростка. Мы боимся на это влиять. Мы не хотим этого... Поэтому в ситуации со скульптой безусловно, да. Я еще добавлю в эфир тут попаду к вам. Это Юлия Трата. Юлия Трата, бренд-директор велнос. Я вам добавлю про детей. Главный вопрос просто зачем 14-летним ребенку скульпта, это мой к вам вопрос. Если дети у вас действительно сейчас занимаются спортом, ходят в спортзал и активно занимаются спортом, то, конечно, можно. Но если они никаким образом не связаны со спортивной нагрузкой, у них нет таких больших нагрузок, то мне кажется вполне можно обойтись велносом. Полностью соглашусь причем велносом, как мы его рекомендуем? До 14 лет полпорции в день. А если уже 14 лет, то можно полную порцию давать. Абсолютно. То есть в этой ситуации мы не планируем никого грузить. Ребенок в 14-летний должен быть перегружен. В данном случае мы идем по максимально оптимальному пути. У нас еще спрашивают про состав скульпта. Содержит ли она молочный порошок сульфата? Я нечего понимать, чтобы молочный порошок сульфата? Да, уточните, пожалуйста, вопрос. Не содержит такого ингредиента не существует. Да. Что такое сульфата? Да, уточните, пожалуйста, вопрос, и мы постараемся на него ответить. Будет ли живица в капсулах на сайте? Будет. Обязательно. Мы над этим работаем, но просто пока не можем вас сориентировать по точной дате. К сожалению, как только сможем, обязательно это сразу сделаем. А, вот, есть ли в скульпте молочный порошок? Нет, можно порошок, в скульпте у нас консентракт молочного белка. Что является, давайте даже не путать эти вещи. Молочный порошок как таковое, как пищевое сырье, содержит это, в принципе, просто высушенное молоко, сублимированное, и там весь, соответственно, набор, включая остатки жира, включая лактозу, то же самое, это никому особенно не нужно как диетический продукт. Концентрат молочного белка это почти чистые, причем с незаменимыми аминокислотами. Это не очень интересно. Можно ли применять скульпту при ХПН? Хроническая почечная недостаточность. Хроническая почечная недостаточность требует жесточайшей диеты, скорректированной в разных ее вариантах, скорректированных врачом-нефрологом. Никаких, никакого творчества с вашей стороны. И обязательно покажите состав своему лечащему доктору, когда обратитесь. Это бесспорно. В этой ситуации что такое ХПН? ХПН это ситуация, когда дружба с нефрологом она надолго и практически любое движение, что бы вы ни делали, на кой курорт ехать, что есть, как одеваться и так и так подобное, это работа вашего врача-нефролога. Интересуется, есть ли противопоказания у скульптов к приему? Ситуация, а вот по этому маленькой детали, мы католические об этом ничего не пишем, но любой перебор белка, который противопоказан кому бы то ни было, пример, некоторые ситуации связаны с операциями на ручке кишечной тракте раз. Те же, та же почечная, те же почечные проблемы, два. Но эта ситуация, когда, я вас уверяю, будет не до скульпты, и это должно быть железно, обязательно в руках лечащего врача, занимающегося почками. И дальше нам задают достаточно сложный вопрос, но мы, я думаю, на него ответим. Нужно ли делать прививку от ковида? По желанию. Вот правильно, вот что мне нравится у нас, когда коллегиально что-то обсуждаем, вот правильный вопрос, ответ находим мгновенно, строго по желанию. Потому что я, заниматься пропагандой или контрпропагандой не входит в мои задачи, особенно в мои желания. Поэтому ответ вы получили. А будет ли запись эфира? Да, конечно, мы сохраним. Если в Инстаграме вдруг не случится через 15-20 минут какой-то странный сбой, то все будет доступно, и ссылочку повесим в сториз. Так что в течение 24-х часов сможете по ней пройти, а потом просто заходите в IGTV к нам же и все будет вас там ждать. Продолжают уточнять про ДГБД, извините, про Доброген и Л-Тероксин. Не мешают ли они друг другу? Нет. Не могут они друг другу мешать у них. И химическая, и биологическая природа совершенно друг другу не интерферирующая, не пересекающаяся. Все понятно. Так, друзья, вопрос про ноу-стресс и ньютоник был уже, мы на него отвечали, мы отвечали, что параллельно можно. Можно ли в один прием? Да. Вот. Пожалуйста, вы не переживайте, мы все вопросы видим, и стараемся на все отвечать. Переболело ковид, плохие анализы, какой коктейль можно принимать? Любой из наших, из коктейлей велнес, любой. Я более того, я настаиваю на этом, я очень вас прошу, заниматься этим регулярно, ни в коем случае не пропускать. Почему? Потому что все, что у вас есть, весь постковидный синдром, так называемый, который тоже является такой умозрительной категории, мы это давно описали, но он далеко не у всех в головах. В первую очередь это развившийся белковый дефицит, поэтому наши коктейли в данном случае и работают, и помогают. Снова нас спрашивают, как пить скульпту, если нет тренировок, особенно серьезных, и во сколько. Но мы уже отвечали, извините, пожалуйста, голос сел. Мы отвечали уже на эти вопросы. Вы, если к эфиру присоединились чуть-чуть попозже, вы, пожалуйста, его просто потом пересмотрите. Мы едем пока дальше. Расскажите, пожалуйста, немного об имбирном напитке. Давайте, я полагаю, что сейчас это... Сейчас мы на это вряд ли будем отвечать. Давайте отдельно. Полезен ли он при простудных заболеваниях? Да, конечно. Безусловно, да. Просто смотрите, сама по себе тема связана с имбирем, не только с имбирем, с его ближайшими родственниками, с бобовыми, с куркумой и так далее. Интересно вот чем. Кроме, иногда это местно раздражающий эффект, но это на самом деле интереснейшие иммуномодуляторы. Об этом давайте говорить отдельно, серьезно и углубленно, с тем, чтобы это не был такой разговор неподготовленный и не очень внятный. Да, просят уточнить про влияние на зрение скульпты. Я, видите, вот что значит, я там что-то наговорил, и меня опять неправильно поняли. Скульпта не влияет на зрение, и влиять исходя из того, что в ней содержится, не может. А вот пептиды другие, не входящие в скульпту. Некоторые пептиды, причем каратюсенькие пептиды с двух аминокислот. Еще как влияют. И влияют невероятно. Они увеличивают даже в пораженных нейронах, в пораженных волокнах, в пораженных нервных окончаниях пептического нерва, первый пар, так называемый. Четы на мозговых нервах вызывают восстановление после тяжелейших заболеваний. То есть пептиды могут много чего. Сразу сейчас говорю, давайте немножко погордимся. Мы же не просто сидим в России, матушке. Мы достаточно неплохо знаем, что в ней творится. Так вот, то, что было открыто в недрах нескольких НИИ России, я даже не знаю, с чем это сравнить, а другая фармакология. Вы понимаете, что сейчас коллеги будут меня это самое, мой страстный порыв укращать, но все-таки минуту не укротят. Объясняю, о чем идет речь. Можете представить ситуацию, вот у вас, не у вас, вот он пациент, вот ты его получил, вот ты его вылечил, и он у тебя находится в каком состоянии? В состоянии истощения всего, чего только можно. Гормональных резервов у него нет, циркадный ритм у него сбился, он истощен, у него мало белка, в первую очередь, у него отвратительные ферменты, он не переваривает пищу, вообще у него все изменилось, хотя бы после ковида это вообще красота, не обоняние, ничего. То есть, вы получили человека, которого надо долечивать уже после того, когда он выскочил из некого заболевания ИКС. Но самое главное заключается, в общем, что в этом состоянии у него несколько сортов клеток особенно пострадали. И эти несколько сортов клеток находятся в состоянии, которое я бы могла бы смело назвать некробиозом. Ни жизнь, ни смерть. Не пойми, что. И у вас нет ничего в области принятной фармакологии, если бы, чтобы заниматься вот этими клетками. Пока не нарисовались на поверхности высоткой науки эволюторные пептиды, которые занимаются тем, что они вот эти пораженные клетки, каждый пептид свою клетку любит. И только в ней он работает. Начинают их восстанавливать, чем восстанавливать, не какими-то дикими способами, а просто, знаете, как щетка очищает, металлическая щетка очищает какую-то такую поверхность. И поверхность становится гладко-блестящей или наоборот зернистой. В частности, поверхность ДНК. И эта ДНК начинает уметь синтезировать белок. Это не шутки. Мы делали такие вещи в докинге, в биофаке МГУ, но мы показывали, как это работает. Это не были нашей фантазией, это была некая реальность. Так вот, можете представить регуляторные пептиды делать из этого новую фармакологию. Вы получаете потом восстановившегося человека, который вдруг восстановился, а только не получал пептиды рядом с ним, завис в состоянии нездоровья, не болезни еще на полгода. Почувствуйте разницу. Ну вот, Александр... Извини. Подытожу все, что вот Александр говорил, чтобы было понятно, что он хотел сказать, что пептиды бывают абсолютно разные, и они влияют на разные функции в организме. И именно в скульпте мы использовали те пептиды, которые будут полезны преимущественно спортсменом. Для женщин свои, для мужчин свои. Это не значит... Абсолютно правильно. И в тебе обратите внимание, у нас не было одного пептида, и скажем так, мы очень точно... Мы. Тот, кто разрабатывал пептиды, тот, кто разрабатывал скульпт, очень точно посмотрел цели применения пептида. В одном случае это мышца как таковая, во всех ее, во всех ее аспектах, улучшение состояния мышцы. В другом случае это состояние эндотелия сосудов, который, честно говоря, является принципиально важным. Можно ли было сделать унисекс, устроить и то, и другое можно, но не есть высоко рационально. Гораздо интереснее получить целевые эффекты. Потому что потом вы уже можете, как я говорю, как тот же самый бренд, устраивать, взять палитру и устроить смесь красок. Но пока что давайте посмотрим, поработаем точечно. И еще я вот перескушаю один вопрос, в любом случае он будет, я знаю. Для мужчин и для женщин у нас разные пептидные комплексы добавлены, но это не значит, что они вот прям по половому признаку максимально делятся и женщинам нельзя принимать мужское, а мужчинам нельзя принимать женский. Можно. Просто, как сказать, рынок диктует нам такие условия, что женщины, когда занимаются спортом, у них подоследует всегда одну цель. Это исправить свои кожные покровы, чтобы они хорошо выглядели, избавиться от целлюлита, сжечь как можно больше жира. Да, наши девушки любят именно такой. А мужчинам в основном на силу, на выносливость, на быстрое восстановление. Но это не значит, что вам, что мужчинам и женщинам нельзя эти комплексы принимать. Можно. Но просто мы их так разделили и более концептуально, чтобы было на целевые группы. Давайте еще один момент. Продолжаю то, что сказала Юля. Один маленький момент. Юля упомянула сжечь побольше жира. Послушайте, сейчас из каждого утюга звучит жиросжигание, но когда вы добавляете этот пептид и вен в скульпту для женщин, вы получаете сжигание жира абсолютно точно предсказанное и устроенное. Потому что когда вы устраиваете мощный капиллярный кровоток и лимфоток через подкожный жир, сжигание жира, оно просто произойдет. Оно произойдет просто автоматом. Вследствие хорошего капиллярного кровотока. Продолжаем. И у нас немножечко опять в сторону от скульпта вопрос. Как принимать ньютоник подростку 17 лет в период экзаменов? Да в принципе, как взрослому человеку. Абсолютно. В этой ситуации он уже становится таковым. Просто, вы знаете, не нравится. Вот сразу же не нравится мне все эти стимуляторы в период экзаменов. Не все, а часть стимуляторов конечно, не вопрос. Но понимаете, надо, чтобы ребеночек, 17-летний такой ребеночек, чтобы он сам немножечко еще и поработал. Хотя, называется... Ну, экзамены, знаете, в разных вузах разные. Ой, правильно, правильно. Но, честно говоря, мы-то, конечно, благотворены любовь. Поддержать просто организм берет такой стресс, конечно, можно. И использовать ньютоник можно, как и взрослому, да. Кстати, результат может оказаться интереснее, чем вы думаете. На балл два выше. Можно ли коктейли Wellness принимать после удаления желчного пузыря как диетическое питание? Безусловно. Видимо, про Wellness тоже коктейли. Можно ли их соединять утром с Доброгеном? Безусловно. На Доброген вы принимаете за 40 минут натощак, а потом только а потом только коктейль Wellness. Благодарят нас за то, что коктейли пьются в состоянии болезни очень хорошо, прекрасно насыщают, нам очень приятно. Нашему мандарину тоже сегодня ответили комплимент. Спасибо. Оно, да, чудесное, очень нас радует. Благодарят за полные ответы, за развернутые. Так, и снова около ковидные вопросы. После ковид мало занимаюсь. Принимаю коктейль Wellness раз в день. Анализы плохие по моче. Можно ли скульпту? Скульпту можно. Вообще, хороший вопрос. Дополнение в этой ситуации. Давай так, период истощения после ковида. Коктейли, я понял, принимаете постоянно, да? Можно ли добавить к нему скульпту? Да. Хороший вариант. Устроим из скульпты, в том числе форсированное бустерное насыщение белком. Для онкобольных коктейль может ли быть чем-то полезен и можно ли вообще его употреблять? Только онколог будет решать, что можно употреблять онкобольному. Потому что онкобольные могут быть в разной фазе. До операции, после операции, вместо операции, на химиотерапии и так далее. Мы не возьмемся сейчас. Никто из нас, если мы пытаемся быть профессионалами, не возьмем советовать по этому поводу. Момент. И по этому поводу надо сказать, опухоль это ловушка во-первых, всех углеводов, во-вторых, всех белков, в-третьих, всех витаминах. Вот получается, простите за микробайку, понимаете, берется таз белужи и кры за невероятные деньги. Достается онкобольному и он начает его скормлять. Он начает это есть иногда без всякого аппетита, иногда с большим аппетитом, не важно, но он кормит не себя, а опухоль. Такое тоже звучит в серьезных околоонкологических кругах. Возвращаются к вашему ответу про рекомендации при ковиде, ну, того, что нужно принимать. Спрашивают, обязательно ли ингавирин 7 дней или можно 1-2 дня принять и все. Нет. Ингавирин я, не только я, но, скажем, не хочется сказать фамилии великих академиков, иногда 4 таблетки в день через 7 дней. Нам нужно насытить, максимально насытить и кровоток, и костный мозг ингавирином. Но живет он при этом до полутора месяца больше важно. А вы знаете, я еще, наверное, добавлю немножечко, вы поймите, что у всех продуктов есть накопительный эффект, да, вот 2 дня это явно недостаточно для того, чтобы сформировать хороший ответ организма на вирус. Вот, поэтому лучше все-таки по рекомендации тогда. Можно ли постоянно пить ньютоник? Нет, я предпочел бы курс. После коктейля, видимо, о велнессе идет речь, хотя, возможно, вы уже и про скульпту не уточнили. Начинается изжога. Можно ли применять при том, что удален желчный пузырь? Изжога, если в начальном периоде приема, как коктейля, так и любого из наших продуктов, ничего страшного, это просто говорит о том, что исходно был крайне разрегулирован ток желчи. То есть, желчь может забрасываться наверх. Желчь заброса наверх, рефлекс, это причина номер 1 изжоги. При удаленном желчном пузыре обязательно, очень хорошо, замечательно это нужно делать. Потому что желчный пузырь удаленный, это, если мы говорим о свежей операции, ну, это примерно несколько месяцев реабилитации, или точнее, ну, переход к существованию, когда желчного пузыря нет, и желчный никто не концентрирует. Тем не менее, смотрите, удаленных желчных пузырей невероятное количество. Мы видим, ну, огромное количество людей вокруг нас живут без желчных пузырей, ничего плохого с ними не происходит. не самый страшный вариант. Спрашивают, принимать ли чернику плюс до еды или во время еды, на самом деле, смотрите, сами, лучше после. Это будет более правильно. с медицинами, которые водорастворимые. Никаких проблем принимать в любой комбинации, на самом случае, будет усвоено. При рассеянном склерозе даме 73 года можно ли скульптую коктейли? Можно ли я усомнюсь в том, что даме 73 года рассеянный склероз используется. Потому что есть две болезни, которые, ради Бога, простите, возможно, я не прав, просто рассеянный склероз это демилинизирующие заболевания центральной нервной системы, а 73 год это, скорее всего, банальный атеросклероз. Рассеянный склероз в таком возрасте это казуистика. Рассеянный склероз все зависит от терапии, которую человек получает. В реальном рассеянном склерозе все зависит от терапии, которую человек получает. Поэтому только с консультацией терапевта или невролога или иммунолога, который человек речит. Я смотрю очень много вопросов сегодня про ньютоник. Давайте мы, может быть, просто сделаем попозже отдельный эфир про него, чтобы не смешивать и не путаться немножко в том, о чем мы рассказываем. Полностью солидарен, потому что, во-первых, тема очень интересная. Вообще, тема воздействия на центральную нервную систему – это тема отдельная, невероятно интересная. Так, еще спрашивают, можно ли подросткам с 13 лет употреблять сывороточный продукт, занимаются спортом. Да. Ну и смотрите, во вкладочке, которая с вопросиками нам прилетело, в принципе, все, что мы уже рассказали, все, на что ответили. Мы, в общем-то… А, нам отвечают, что 100% рассеянный склероз у дамы. 100% рассеянный склероз. Только, только, во-первых, показать все, что есть, все, что есть намерение. Вы знаете, коктейль «Велланс» – да, скульпта – да, я бы показал бы этому врачу. Не уверен, что с его стороны будет какая-то позиция, потому что все зависит от того, чем они лечат. Да, покажите состав большим лечим врачом, он примет решение. Вообще, только так и надо себя вести. Ну, в принципе, да. В серьезных ситуациях. А это очень серьезная ситуация. Можно ли вместе принимать омегу и мастоп? Насколько я знаю, нет никаких противопоказаний. это совершенно нормально. Друзья, давайте так, у нас уже потихонечку заканчивается время эфира. Если у вас есть еще вопросы по теме про пептиды, про скульпту, еще буквально пару минут, можете их задавать, мы постараемся ответить. На все остальные вопросы, которые не касаются продукта, о котором мы сегодня рассказываем, которому посвящен эфир, давайте мы ответим все-таки в другой раз. Потому что потом, опять же, вы будете пересматривать эфир, вам будет очень сложно найти ответы на интересующие вас вопросы в этом винегрете. Ну, давай, чтобы не расстраивать, ответим. Вот омегу когда лучше принимать? После завтрака, утром? Можно ли принимать постоянно КУ-10? Можно. Ну, лучше курсами, конечно. 3-4 курса в год, месячный курс. Противопоказание секретов Востока. Есть отдельный эфир, поищите в IGTV, пожалуйста. Очень много времени мы посвящали этой теме. Ну, в общем-то, пока все. Это все вопросы, которые были, или, по крайней мере, которые мы увидели. Мы надеемся, что мы были внимательны. Вот, друзья, если... Вот, есть, поскульте, вопрос. Если накопление мышц идет, ну, видимо, мышечной массы, то нужно ли заниматься? Ну, да. Все очень замечательно. Подождите, немножко не поняли, что вы имеете в виду. Вы пишите спокойно, мы, если что, мы не выключаемся прям в сию секунду, вы успеете сформулировать. Если просто для здоровья, какой коктейль лучше пить? Wellness. Так, если жира нет, да, если жира нет, то что принимать? Ну, видимо, мужскую скульпту для накопления мышечной массы вам будет это полюсить. Посмотрите, если жира нет, то оно спортивное питание само по себе. Понятно, что здесь встроено в состав регуляторный пептид, который отвечает за жиросжигание. Но если его нет и вам нечего сжигать, вы можете просто принимать скульпту как дозированную норму белка, как спортивное питание после тренировки. И еще, смотрите, есть такой нюанс, наличие или отсутствие жира на целлюлит, к сожалению, влияет далеко не всегда. Он есть даже у очень-очень худеньких девушек. Надеемся, что это не ваша ситуация, правда, но в этом случае в любом случае, ну, как бы, скульпту будет полезно. Самый серьезный целлюлит королевил в жизни был у булимических девушек с чудовищным дефицитом веса. Это ситуация связана с видеть на ткани, с нарушениями кровообращения подкожного жира. Вот и все. Если не хватает энергии, что лучше принимать? Это очень интересный вопрос, потому что хроническая усталость, энергия, это такая ситуация. Обратитесь, пожалуйста, к эндокринологу, сдайте гормоны и посмотрите, что происходит с организмом, потому что такой триггер, энергия, это очень... он очень сомнительный. Мы пока не можем ничего предложить. Ну, условно, более того, более того, Юля совершенно прав. Вообще, вы знаете, чем мы сейчас вдруг занимаемся? То есть у нас такой коллективный диагност, это коллективный лекарь, и это очень хорошо, потому что действительно хроническая усталость, казалось бы, мчиться к ней у него невропатолога, вот он занимается, бог узнать, чем. А тема гораздо ближе, это эндокринология. То есть не то же, не просто, но это то, что на поверхности. А в глубине это надо видеть достаточно серьезными обследованиями. Да, я поняла вопрос, который нам задавали выше, который мы не смогли расшифровать. Спасибо за уточнение. Спрашивают, если принимаете скульпту, но при этом не занимаетесь спортом, будут ли мышцы все равно формироваться? Нет, они формироваться не будут. У них будет все замечательно на уровне того, что, конечно, там хватит белка, там все будет замечательно, но они останутся на прежнем нетренированном уровне. Но, правда, если вы начнете тренироваться еще параллельно с этим, то формировать их будет гораздо легче. Чему я это... Давайте вернемся к самым первым минутам, буквально минутам. Для того, чтобы мышца начала формироваться, ее столовые клетки должны быть активированы. Вот наш этот самый пептид, который находится в скульпте, он их активирует столовые клетки, и они начинают формировать мышцу, не просто ее накачивая, в том числе, и размножая миоциты. Все. Вы пишете о том, что мы упустили какой-то вопрос про шоколад. Повторите, пожалуйста, если не сложно, не можем его в общем потоке найти пока. Мне 55 лет, спортом не занимаюсь, 10 месяцев пью наши коктейли в элнос. Можно ли включить один раз скульпту? Мы об этом говорили, да, ничего страшного с вами не произойдет, будет все очень хорошо, наоборот. Доброген, скульпты и коктейль можно ли все вместе в течение дня? Безусловно. Вообще, красивый вариант может получиться в этой ситуации. Причем это касается как тех, у которых интенсивный фитнес, или тех, кто вообще еще ничего не делал для самого начала. Потому что в этой ситуации вы очень точно выбираете себе мишень. А именно, цепь ткань, суставы, мышечная ткань. И что у нас там еще? В целом, и естественно, если мы говорим об этом, и в том числе еще и микроцикуляцию. Вообще, вот в этом искусство подбора не только БАДов, но еще и лекарств. Это точный выбор клеток или точек миши. Давайте, мы отвечаем буквально на последние пару вопросиков. Я надеюсь, что про шоколад, наверное, нам успеют его задать. При варикозе полезны ли коктейли? Разумеется, да, только нельзя надеяться, что при этом что-то произойдет с варикозом. Варикоз надо лечить отдельно, к сожалению. А, так вы нам написали, но это рекомендация от вас. Мы учли, мы все увидели. Спасибо вам большое за активность. Подумаем над вашим предложением. И давайте, наверное, на этом прощаться с вами потихонечку. Спасибо вам огромное за активность, спасибо за вовлеченность. И до встречи через, наверное, пару недель с Александром, как обычно. Мы прощаемся с вами, дорогие лидеры и консультанты. Всего доброго.